Здравствуйте, в студии Вадислав Юрицын. Сегодня мы поговорим о попытках госпереворота в Турции и в Шимкенте. Для этого у нас в гостях Алжарский Жахмет, коммунист, участник фонда Эбби Хоффмана. Здравствуйте. Добрый день. Ну, Турция вообще явление очень мощное. Вы мне скажите, вот с вашего политического спектра, как видится то, что произошло в Анкаре, в Стамбуле и так далее. Ну, я напомню тем, кто не знал или забыл, что в Турции одно из самых жестких антикоммунистических законодательств вообще в мире и уж точно в этой части света. При том, что левые силы там, несмотря на это, по-прежнему сильны, по-прежнему довольно массовы и, опять-таки, подвергаются очень жестким репрессиям. Тюрьмы буквально переполнены политзаключенными левых взглядов. Их счет может идет на сотни, а то и на тысячи. В момент, это вы анархистов тоже сюда включаете? Разумеется. То есть, весь спектр от коммунистов и анархистов, и даже левых кемалистов. Это особенное такое турецкое специфическое политечение. Их можно сравнить с постсоветскими красно-коричневыми. Один момент, в этой связи, скажем, у них почему такое давление и такое большое количество коммунистов, анархистов, левых кемалистов? Это что, действие рождает противодействие? В принципе, потому что Турция это одна из самых развитых стран по-прежнему. Там есть промышленность, там есть мощное сельскохозяйство, массовый рабочий класс, как сельскохозяйственный, так и индустриальный. И еще в 70-е и 60-е годы у них было очень мощное левое движение, и, собственно, механизм армейский, созданный кемалем, он был в итоге не только против исламистов направлен, но и против левых. И последние, предпоследних переворотов, 70-х и 80-го года, он был направлен против грядущей социальной революции, именно левого толка. То есть это было главной опасностью. Не исламисты в ту пору угрожали советскому буржуазному характеру турецкого государства. И нынешняя ситуация, я так скажу, левые не поддержали эту побудку переворота, но и, разумеется, они являются сторонниками Эрдогана. То есть его курс на исламизацию, его курс на сворачивание демократических свобод, давление на рабочие и профсоюзные движения, давление на кордов, его всем известная, но официально непризнаваемая связь с Сигилом, разумеется, их не радует. Поэтому в выборе между военными и Эрдоганом мы просто выбирали худшее и очень худшее. То есть худшее и очень худшее, но при этом они свою позицию не обозначили, они просто смотрели, кто победит, да? Да, они не принимали участие, скажем, в противодействии военному мятежу по пыткам, но они судили его именно на уровне заявлений, на уровне декламации. Давайте вопрос, теперь какие силы тогда участвовали в мятеже, если левый спектр был в стороне? В мятеже приняли участие военные, которые, как появилась информация, что в ту ночь в 4 часа, как раз такой час в Че был, когда была запланирована операция по зачистке очередной армейского корпуса от нелояльных ему, Эрдогану военных. И с их стороны это была такая ответная мера, превентивная, которая была абсолютно, ну, сколько они не подготовились, толком ничего, такой провальный и бездарный. У меня вопрос, сколько вообще времени Эрдоган может чистить армейский корпус? Там же дело Аргеникон было, говорят, он постоянно своих туда, своих сторонников внедряет в армейские структуры, и все равно, получается, там есть еще кого вычищать, вычищать. Там, получается, нужно всю армию перелицевать полностью? Теперь получается, что да, то есть вот эта попытка неудачная, она развязала нам уроки, дала нам карт-бланш, то есть мы-то были все уверены, что вот как Кемаль заложил этот механизм, что если исламисты начинают слишком много брать на себя ответственности, то армия выступает, и опять-таки все приводит к светским, проевропейским ценностям. Оказалось, уже нет. Он зачистил настолько мощно, что армия уже не способна выполнять этот механизм, и, видимо, это делает действительно Турцию большей частью арабского мира, то есть она может скатиться на уровень Сирии в политическом смысле. То есть это и гражданская война, это и большее влияние, то есть это и исламистские группировки, которые между собой воюют, то есть это не совсем не путь в Европу. Но при этом и анархисты, и левые, то есть Турция это как компот, где вишня отдельно, сливы отдельно. Турция это яркий пример того, что политикум не должен делиться и не может делиться на позицию и власть, как это у нас в Казахстане. У нас постоянно говорят, что позиция и власть абстрактные совершенно структуры. Там мы видим, что есть огромное количество политических сил, и каждая ненавидит все прочие, но это вовсе не означает, что она с кем-то может там блокироваться. То есть тот факт, что левые ненавидят исламистский режим Радагана, исламизирующий Турцию, они никак не собираются участвовать в военном мятеже. Светские военные, кем-малисты, опять-таки, они им точно не друзья. Но опять же, мы говорим, это, наверное, чем сложнее государство, чем оно больше по численности, тем оно становится более пестрым. Да, именно тем, что Турция самая большая, сложная, пестрая, с большой запутанной историей, с очень пестрым сложным правящим классом. Ясно. А теперь Валихан Тулешев, то есть как бы несостоявшаяся попытка госпереворота. Что вы можете прокомментировать в этом плане? Ну тут полная противоположность. В случае с Тулешевым и вот это обвинение нелепое в попытках создать митинги, раскачать ситуацию, расколоть страну, стать вице-президентом почему-то. Тут можно говорить, что это яркое доказательство того, чем стала отечественная идеология. А стала она именно... То есть настолько властемущие все превратили в ток-шоу хабаровское, что в итоге, в принципе, официальные вот эти меморандумы, они опустились на уровень какого-то комикса. То есть Тулешев это уже такой совершенно комиксовый киношный персонаж, типа Уилсона Фиска или Мариарти, который такой вот мрачный злодей, демонический, который может даже сидя за решеткой чинить, значит, козни всякие. То есть я не удивлюсь, что если вам представится, у нас в последнее время с заключенными разные происходят нехорошие вещи за решеткой, то они потом найдут способ обвинять его в том, что он не умер на самом деле, и дело его живет. То есть это, я бы сказал, сочетание, с одной стороны, вот этой вот поп-культуры комиксовой, абсолютно перенос этих москультских клише на уровень политики, и, возможно, какая-то эфриканизация политической культуры, когда, то есть это, опять же, на континенте черном постоянно педалируется, когда обвиняют какого-то политоппонента в занятии черной магией, и в том, что он с помощью нее приходит к власти. То есть, условно, в исламских странах за богохульство, а там за культ вуду, да? И мы, получается, вот на такой уровень скатываемся. Но все-таки вот нюансы. Я понимаю, что даже если это, скажем, такой отводной сюжет, он все равно должен быть как-то похож на правду. А вот в чем смысл пивовару в заговоре с пятью замами, там, от генпрокурора до зама МВД, устраивать заговор с целью получить пост вице-президента, которого дальше даже нет? Это что, как предел мечтаний? Или он понимает, что президент – это тупик карьеры, карьерного роста? А я опять же напомню, что так иронически обыгрывает его положение официальное, главный пивовар. Я напомню, что он, об этом, честно, не говорили даже в публикациях разоблачающих, хотя на уровне инсайдерских источников и на уровне Чемкинской области, где все о нем знают, на его родине, там давно известно, что он коронованный вор в законе еще в советское время, что свой первоначальный капитал он сделал на торговле героином, и что он очень был тесно связан все эти годы с ФСБ. То есть, насколько можно сказать, видимо, лоббировал интерес российских спецслужб в этом наркотрафике. Как известно, Чемкин является одним из узловых таких пунктов афганского нарко... Тогда следующий вопрос. Ведь, в принципе, наркотрафик, связь с спецслужбами другого государства вполне такие логичные основания для обвинения. Почему об этом в публичном поле ничего? Почему заговор замов постоянно педалируется? Насколько я понимаю, потому что все эти годы это было, разумеется, сведомо властей. То есть, поскольку у наших спецслужб, видимо, и у зарубежных это такой общий бизнес был, то он, находясь на этом месте своем, был в качестве представителя российского консорциума. Это было все сведомо, разумеется, властей. Просто в какой-то момент у него, видимо, взыграли политические амбиции, появилось желание действительно нечто большего. Тут в вице-президент, может, какая-то глупость именно этих фантазеров из пресс-службы. Было желание получить больше власти. Может быть, вплоть до контроля над регионом. Вплоть до Шемкенского акимства, да? Может быть, это какой-то вариант с сепаратизмом. Шемкенская народная республика. То есть, о чужих мечтах трудно судить. Но явно не было дыма без огня, но не в таком вот странном ракурсе, что вице-президент. Ну, считается, как бы, богатые люди особые люди. Что человек был богатый, понятно. И потом, какие у него конструкции, нам из этой студии сказать было трудно. Но, например, для меня один из показателей, то есть, на что спецслужбы могли обратить внимание. То есть, он одновременно жил с четырьмя женами. И, получается, никто не дергался, скандалов все не было, все было разобрано. То есть, получается, если человек при деньгах может решить вопрос у себя в семье, значит, он может решить вопросы в масштабе государства. Может, в этом увидели угрозу и решили его под пресс побыстрее. Ну, я как бы не люблю такие метафоры на уровне бытовых. То есть, о том, что у него было пять жен, и последняя, по-моему, из них является Мисс Казахстан чего-то, какого-то года. Это, скорее, показатель просто уровня морального нашей элиты. То есть, в которой супруга это является статусной вещью, дорогой. То есть, есть такая форма, что попка-секретарши – это лицо компании, а в Шумкенте, получается, твои жены – показатель твоего статуса. Да, то есть, это много говорит нам о положении женщины в этом регионе и о, скажем так, патриархальных, консервативных взглядах нашей элиты. И давайте еще раз вернемся. То есть, в Турции, получается, попытка госпереврота была самая настоящая, хоть и не подготовленная. А в Шумкенте хоть все было и подготовлено, но там все было не настоящее. Все разницы сводятся к тому, что в Турции есть реальная политическая жизнь, есть реальная политическая конкуренция, реальные политические партии, официальные или какие-то клики. У нас есть только клики, которые ничем друг от друга в идеологическом смысле не отличаются. То есть, у всех идеология одна, хорошо сидим. Это их политическая программа, и они борются за этот статус. Тут еще не скоро появятся какие-то позиции, типа исламисты, светские военные, тем более левые. До этого еще очень далеко. Большое спасибо. У нас в гостях был Алжавский Вахмет. Мы разбирались в перипетиях шумкентского и турецкого госперевротов. До свидания. Всего доброго.